В случае аварии винить некого. Специалисты Караганды-Жарык обращают внимание жильцов на плачевное состояние счетовых в подвалах домов. Из-за сырости и влажности там может произойти замыкание и как результат пожар. Однако жители не спешат восстанавливать сети. Сегодня энергетики отправились в аварийные дома. Вместе с ними была наш корреспондент Любовь Мертенкович. Граница эксплуатационной ответственности сетового Караганды-Жарык заканчивается на конечном кабеле. Специалисты Караганды-Жарык показывают образцовую счетовую в подвале у многоэтажного дома в 13 микрорайоне Майкудука. Подвал сухой и ухоженный. Здесь нет паутины и минимум пыли. Все вышеперечисленное может стать причиной замыкания и пожара. Сгореть может счетовая, а самое плохое – пострадать от огня может вся разводка. На восстановление потребуется немало средств и времени. А жителям придется обходиться без света. Людмила Васильевна, как старшая по дому, сделала все, чтобы этого избежать. Среди за домом подвалы чистые. В этом году заборчик поставили. В этом доме как раз все располагают к чрезвычайной ситуации. Подвал сырое, счетовая в запущенном состоянии. Энергетики бьют тревогу. Исправить ситуацию обещают представители КСК. В ужасном состоянии. Но КСК идет нам навстречу. Готовы полностью отремонтировать, полностью привести в порядок счетовую. Но здесь есть другой фактор – сами потребители. Потому что КСК же не может, а зачастую это сбор самих потребителей. Энергетики сталкиваются с тем, что сами жильцы не хотят обустраивать собственную счетовую в подвале. Есть немало бесхозных домов. Как правило, они аварийны. Сегодня специалисты энергопередающей организации заключают акты эксплуатационной ответственности между электросетевым предприятием и КСК или КСУ. Ответственность за кабель, который заходит в счетовую, несет компания «Караганы Жарык». А сама счетовая – это собственность жильцов, сказанная в акте. «Караганы Жарык» осуществляет инвестиционную программу 2011-2015 года. И одним из них является установка приборов учета. Приборы учета, которые мы установили, нам позволяют видеть баланс по домам, где какие потери. И зачастую, где большие потери, в эти дома являются аварийными состояниями, либо бесхозными. Специалисты «Караганы Жарык» настоятельно просят жильцов многоэтажек приводить свои счетовые в подвалах в порядок. Любовь Марсинкевич, Диас Нурмуханов, Артем Ковалев, Пятый канал. И еще одно сообщение от «Караганда Жарык». В связи с ремонтными работами с 19 по 25 июля намечено отключение электроэнергии по Октябрьскому и Юго-Восточному районам, сообщает пресс-служба компании. Это связано с реконструкцией электрических сетей. Отключать электроэнергию будут в основном с 8 утра до 8 вечера. На юго-востоке это улицы Тургенева, Орска и Резника. В Октябрьском районе без света останутся дома на 13 улицах, сообщает пресс-служба компании «Караганда Жарык». Внимание жителям 15 и 16 микрорайонов Мойкудука. Компания «Караганда Су» объявляет об отключении воды. Подача холодной воды в 15 и 16 микрорайоны Мойкудука будет прекращена 24 июля в среду. Компания «Караганда Су» займется вводом в эксплуатацию водопровода от улицы Магнитогорской до улицы Совхозной. Жителям рекомендуют иметь суточный запас воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова